Добрый день, кому день, кому утро. Дорогие друзья, у нас было интервью буквально на днях, вчера, по-моему, даже. Было интервью, и у нас поступило сейчас мы опять интервью номер два, уже интервью после интервью. На связи Россия, и меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра SunGates и Deltic Trading Academy, биржевая академия трейдинга. Сейчас на связи еще раз Россия и Сергей Решетников, менеджер многих нетворков и так далее. В данном случае речь будет идти только лишь о таком понятии, который называется биржа. Сергей, есть? Да, добрый день, дамы и господа. Действительно, после первого интервью поступило очень много обращений и вопросов. Я, в принципе, отобрал самые популярные, и думаю, мы сейчас как раз таких озвучим, и Майкл даст на них ответы. Майкл, первый вопрос, который, в принципе, постоянно задают, он для людей очень важен. В сути этого вопроса, на чем основан ваш прогноз или прогнозы, которые вы публикуете и даете? Да, действительно, много очень таких типа комнат с сигналами, много разных вариантов того, что называется, подходов к прогнозам бирж и так далее, откуда берутся эти сигналы. Ну, в первом интервью я уже говорил, у меня есть моя система, которую я отработал за 22 года, проходя с нуля все. Но я хотел сказать вот что, на чем она основана. Самый первый и самый главный, того, чего нету в принципе вообще и нигде, такого понятия, ну, можно проверить, откуда это есть. Мы существуем, я всегда иду от общего к частному, ну, так как-то я привык. Поэтому для меня вначале цель какая-то очень серьезная, глобальная, а потом мы идем по чуть-чуть вот так по шагам к этой цели. Так вот, если мы говорим про stock market или про биржу, то мы существуем внутри нее в системе координат. Такого понятия я лично нигде не слышал. Да и я сам, собственно говоря, так как-то пришло, и я об этом рассказываю. Что такое система координат? Мы имеем в виду в данном случае плоскую, хотя она и совсем не плоская. Но у нас есть система координат, да, как мы знаем. Это ось иксов и ось игреков. X and cross and y по-английски. Вот. 99 и 99 в последовательности людей, потому что кто-то наверняка занимается, но я, правда, такого не слышал, ну, точнее, слышал, но это было очень давно, это была всего одна компания, но очень и очень софистикет, это очень и очень сложная система. То есть купил-продал, продал-купил, вот все. Но это система вертикальная, то есть цена, а что у нас по горизонтали? По горизонтали у нас время. Но будучи астрономерологом, вообще-то говоря, я употребляю вот эти моменты, но это не в интервью, более того, это даже не в курсе, который я веду в разных, скажем, нетворках, в разных сетях, потому что это достаточно сложно и это отдельный курс. И, ко всему прочему, я не хочу залезать на территорию серьезных профессионалов, астрологов, но я просто, не знаю, может, я залезаю вперед, но ко мне тоже приходили вопросы, ко мне лично были вопросы. И один из вопросов был о том, что известный, очень известный астролог, с которым мы в контакте, с которым мы собираемся делать программу, российский астролог, в одной из программ сказала о том, куда пойдет доллар. И на сколько даже. Я не знаю, я не слышал этой программы, но я тоже имею мнение. Может быть, не такое, конечно, компетентное, но тем не менее. И вот я оперирую внутри системы координат. То есть у нас же есть точка, которая должна быть и здесь, и здесь. Здесь, еще раз повторяю, ось Y, то есть цена, а здесь. То есть когда они сходятся в одну точку, это, ну, я не знаю, очень серьезный процент. Ну, если не сказать, что 100, так, наверное, 90 процентов. Но только эту точку надо знать. То есть надо владеть вопросом и по вертикали, чего, конечно, достаточно однобоко. Поэтому я всегда искал астрологов, чтобы они понимали то, о чем я говорю. Но это сделать достаточно сложно. Как и у трейдеров, так и у астрологов. Вот свои подходы к этому вопросу, свое понимание. И тут есть один очень и очень главный, серьезный нюанс. Почему-то астролог считает, что если он понимает и знает, ему надо об этом говорить. Ему не надо об этом говорить. Ему надо говорить только коррелируя с человеком, который разбирается в этой оси. Двое должны заниматься каждым своим делом. Поэтому я не хочу заниматься астрологией. Даже если я в ней разбираюсь. Или, ну, нумерология мне ближе. А если мы говорим сейчас о технических уровнях, то я технический аналитик. И достаточно много чего могу рассказать. Причем по многим вопросам. Имеется в виду разные фондовые, не только фондовые, разные биржи, разные подходы, разные моменты, инструменты. Разные инструменты, которых можно, на которых, ну, это же профессия, правильно? Мы же в прошлой передаче об этом говорили. Профессия. Значит, мы должны с помощью наших мозгов, или прямых, или перефоргнутых, как-то зарабатывать себе на жизнь, верно? Так как мы идем на работу, здесь та же самая схема. Ну, вот примерно так, Сергей. Так, понятно, Майкл. В принципе, достаточно развернуто. Тогда перейдем к следующему вопросу. Можете ли вы показать, что сейчас происходит на рынке? Хотя Америка сегодня, в принципе, Соединенные Штаты не торгуют. Технически, да. Технически еще продолжается праздник. Но Санцгивен Дэй, День Благодарения, был вчера. Технически. Это четвертый, четверг, ноября месяца. Ну, так, по традиции, я об этом чуть попозже поговорю, но не в этой программе, не в этой записи. А я поговорю в моей программе на центре Сангейтс после того, как мы закончим все программы. Сегодня у нас две программы с парапсихологом. Ну, и поэтому на американский рынок, в общем-то, маркет равняется, биржа равняется, в общем-то, весь мир. Но на сегодняшний день. То понятно, что это оказывает очень серьезное влияние. Потому что, ну, наверное, 90% всех трейдеров сосредоточены все-таки в Соединенных Штатах. Я не говорю про Форекс. Это отдельный инструмент. Это мы отдельно поговорим. Но, тем не менее, мы говорим фондовую биржу, да. Ну, и, собственно говоря, не только там и в валютной бирже тоже все тоже происходит. Но сегодня выходной. И поэтому технически работает, технически. Но людей там нет. Вот в чем дело. Сегодня трейдают машины и программы. Внутри этих машин. Компьютеры. Имеется в виду. А трейдеры, big traders, big boys, их называют, они уехали сегодня. Поэтому очень немногие. И сегодня очень не рекомендуется. Очень серьезная волатильность. И тем не менее, я сейчас покажу экран. Давайте. Сейчас я перемещу на второй монитор. И покажу. Ну, примерно вот так. Ну, вот смотрите. Что здесь происходит? Вот здесь показан индекс 500. Вот сейчас мы подходим конкретно. И сейчас, наверное, многим это будет непонятно. Те, кто смотрит просто так. Но, тем не менее, я постараюсь так простым, человеческим, причем русским языком, это все рассказать. Вот смотрите. Недельный график, то есть вот каждая свечка это одна неделя. Недельный график индекса или фьючерс этого индекса 500 крупнейших корпораций Соединенных Штатов Америки. Это называется S&P, Standard & Poor, так это назвали, 500 или 500 корпораций. То есть на чем стоит экономика Соединенных Штатов? Если люди это не знают, берут внутри какой-то там инструмент, какой-то акции какой-то компании, стак и так далее, ну, это не лишает себя возможности общего видения, общей картины. Это слишком, слишком просто и слишком примитивно, так сказать, поскольку надо знать общую картину и переходить, повторяю, к частному. Ну, так было всегда. Сегодня просто не все это понимают. Так вот, смотрите, 2009 год. Ну, просто 2009 год. Вот с 2009 года, посмотрите, какая тенденция. С 2009 года маркет был, ну, где-то так, примерно 600, цифра тут серьезная, это в другой программе, я расскажу. 600, а вот здесь у нас 2900, 2900, 600 до 2900. Сколько это процентов? Это почти 500 процентов. 600 до 2900. Это огромнейший, ну, если считать, что один поинт, составляет 50 долларов, и какой-то, ну, в хорошем смысле, ненормальный, взял, купил, вот здесь, да, и додержал, ну, почти сколько, 9 лет додержал, то он заработал 2500, да, 2300 умножить на 50. Сколько это? Ну, наверное, миллион, да? То есть, на одном контракте, ну, а на двух, ну, а на трех. Вот если был такой ненормальный, ну, какой-то же был, будем говорить, нормально-ненормальный, который знал, что вот здесь будет разворот. Ну, это можно доказать, в принципе. Сегодня мы это делать не будем. То есть, речь идет о горизонтальной оси, где будут проходить развороты. Я хочу сказать вот о чем. Ну, здесь нету, у меня графика этого. Я мог бы показать 2001 год, 11 сентября. В этот день я сам был на бирже, на маркете, и я сам трейдал. И я видел вот эти башни все, ну, в реальном времени. Вот. Что было на следующий день? То есть, на следующий день ничего не было, правда, через три дня это все было закрыто, через три дня открылся на 600 поинтов ниже, но это всего лишь на 600, а потом еще на тысячу. Короче, было огромное падение. И вот в далеком 2000 году я был на одном, чуть ли не моем, первом семинаре в Хьюстоне, я об этом говорил, по-моему, в интервью, и там была одна женщина, тоже из Шикага, кстати, замечательный трейдер, она имела вложенных капитала, ну, несколько миллионов, она имела. Когда это произошло, она потеряла 80%, 80%, я потом с ней общался, она потеряла больше, 85% она потеряла своего капитала, 85%. То есть, некоторые люди, потеряв такие сумасшедшие деньги, они, ну, сами понимаете, что они делают после этого. То есть, это еще ладно, еще что-то осталось, а у кого-то вообще ничего не осталось. Так вот, после этого все вернулось, и она еще на этом заработала. Вот американцы, они такие. То есть, есть здесь разные варианты, как можно в этом деле существовать, и как можно даже зарабатывать. Разные варианты. Сегодня мы не будем эти варианты рассматривать, но в принципе они существуют. Но меня интересует другой момент. Вот давайте я сейчас сделаю дневной график того же самого индекса. Посмотрите. Все то же самое. Вы видите? Вот это дикое падение. И оно еще не закончилось, могу вам сказать. Это реальный график в реальном времени, потому что технически все это работает. сейчас до 21 часа московского времени, сразу период в московское время, вот после этого будет все закрыто. И откроется только в воскресенье вечером, ну, в понедельник будет открываться все биржи. Короче говоря, смотрите, 2950, а здесь, причем это произошло за сколько? Ну, за несколько дней, вот это падение. то есть, а здесь 2600. То есть, падение 350 поинтов. Еще раз. 1 поинт 50 долларов. 350 умножить на 50. Ну, легко посчитать, да, сколько это будет? Это, ну, в течение скольки? Ну, трех недель, двух с половиной, двух недель это было. И дальше вытекает следующий вопрос, который Сергей мне хотел задать, поэтому мы дождемся этого вопроса. Но что сегодня на рынке происходит? На рынке происходит пока достаточно серьезное падение. Это мы поговорим про индекс S&P 500. То же самое происходит с индексом доллара, не доллара, а с индексом Dow Jones. У меня здесь нету этого графика. нет, у меня есть здесь этот график. Вот этот график реального времени. Вот, здесь 60 минут. То есть, вот это то, что ночью, сейчас он трейдается, это то, что происходило ночью. Вот, если мы сейчас возьмем, откуда было падение, то это было 18 ноября, началось вот это вот падение. И индекс потерял огромные деньги на этом, ну, огромные, ну, трейдеры потеряли, если они держали позицию на покупке. И теперь следующий вопрос, Сергей, ты хотел задать, наверное, что будет. Да, как раз вы затронули уже этот вопрос, он тоже один из актуальных. Как вы оцениваете состояние вообще рынка в целом, то есть фондового, валютного и рынка недвижимости? Я думаю, вы можете спокойно продолжить сейчас как раз рассказывать. Да, ну, я имел в виду, можно ли видя и зная, ну, теоретически зная о том, что есть вот такое падение, можно ли на этом зарабатывать деньги? Оказывается, да. Оказывается, но для этого надо развернуть и перевернуть мозги, как я уже говорил, потому что, ну, все привыкли. Если оно идет вверх, то мы зарабатываем, верно? Цена дома растет, мы купили дом, допустим, если мы захотели инвестировать в недвижимость, мы купили дом, она выросла в цене, мы его продали. Мы купили акции компании, она выросла в цене, мы его продали. А если акции компании летят вниз, можно ли там получать? Оказывается, да. И оказывается, самый большой с кем в мире, с кем это обман, в мире то, чего обычному человеку не говорят. Ну зачем ему говорить то, на чем другие зарабатывают? Конечно, не надо ему говорить. И его вот так вот убедили о том, что этого делать нельзя, о том, что это лохотрон, о том, что это казино и так далее. Ну неправда это, поскольку я это первое доказываю, второе, я на себе прошел этот путь, и это могу доказать обратное, иными словами. Вот, это тяжелая работа, но работать тяжело, не многие хотят найти. Поэтому, значит, если говорить о падении, я только что показал индекс, падение идет серьезное, и разворота пока, на мой взгляд, не предвидится. То есть я включаю сюда горизонтальную ось, по которой, ну я могу предположить, где будет разворотный момент. Я могу предположить, достаточно долей вероятности, ну, естественно, не в интервью. Это только студенты это проходят, ну и так далее. Если мы будем говорить о бирже, скажем, валютной, то я могу показать сейчас. Вот смотрите. Вот это валютная биржа, то, что называется Форекс. Я вчера беседовал со своим сыном, достаточно взрослым человеком, он меня поздравлял с Днем Благодарения, Science Given Day, вчера который был. Я у него спросил, как там дела, как ты... Ну и говорю, а почему тебе вот, скажем, ты знаешь, что такое Форекс? Ну вот, точнее, я был уверен, что он знает. Оказывается, нет. Он даже не слышал такое. Когда я ему назвал, что Форекс состоит из двух слов, которые, конечно же, не все знают. Форен и экшенч. Форен это иностранный, а экшенч это валютный рынок. Ну тогда как-то становится понятно, почему он тогда Форен, и почему он тогда иностранный. Придумали это в Америке. И поэтому для американцев это Форен, потому что это иностранный рынок, который находится в Европе. А для европейцев он далеко не Форен, он далеко не иностранный, он свой. Но опять же, этого не знают, но дело даже не в этом. Вот смотрите, здесь показан доллар. Несколько дней тому назад я был в позиции, и я был в позиции на понижение. Но я сказал, что мы придем сюда. А оно шло вверх. И несмотря на то, что сегодня как бы официально все это не трейдить, сегодня моя позиция закрылась. Довольно в неплохом плюсе. Хотя был гораздо больше минус. Временный. Потому что у меня есть, скажем так, по моим, не то что прогнозам, а по моим исследованиям, это 85%, от 80 до 85% вероятность того, что придет вот ту точку, которую я даю. Но временно, еще раз, вот в этом месте оно пойдет против меня. Но вот это было сегодня, видите? Эти линии были начерчены задолго до того, как мы были здесь. Задолго до того, как мы были здесь. И вот здесь я вышел. Ну, соответственным образом, получил то, что мне надо получить. Вот. Это то, что касается евро. Ну, наверное, точнее, не наверное, а те, кто следят. Дело в том, что я убрал с этого канала, с Ангейс, все то, что касается биржи. Потому что огромный есть разрыв в понимании и в мышлении человека, который, не зная этой системы, не понимая о том, что можно здесь тоже получать какие-то бенефиты, он привык к тому, что ему научили. Надо идти на работу, пахать там, зарабатывая деньги, ему будет платить. А здесь можно потерять. Естественно, можно потерять. Везде можно потерять. Деньги и кошелек с деньгами можно даже потерять. Как ни странно. Вот. На ровном месте причем. Ну, вот. Поэтому я убрал это с этого канала. Потому что я уже говорил, если, Майкл, вы такой духовный, что же вы занимаетесь вот этой ерундой? Ну, мягко говоря. Поэтому. Просто время сейчас пришло, наверное, об этом говорить. Ну, вот. Короче говоря. Почему я это показываю? А потому что был конкретный вопрос. Мне лично поступил. Ну, вот этот астролог, который очень уважаемый мной, с которым будем работать, сказал о том, что доллар пойдет вверх. И более того, я с этим сам согласен. Более того, я знаю, до какого времени он будет идти вверх. Более того, я знаю, куда он пойдет. Поскольку тут уже имеют отношение технические вопросы, в которых я как раз-таки специалист. Правильно? А что это означает? Если доллар идет вверх, то вот здесь написано. Видите? Евро-доллар. Значит, если доллар идет вверх, евро идет вниз. Причем это только начало. И я знаю, куда он пойдет. Намного ниже. Соответственно, доллар идет вверх. То есть, все подтверждается. Та же самая схема, это вот положение на рынке сегодняшнем. Ну, понятно, здесь много инструментов. И я когда-то показывал, ну, наверное, всех россиян, ну, и не только россиян, наверное, интересует все-таки, я пытаюсь найти, где это. Сейчас попробую найти. Вот. Видите? Тут написано USD доллар. Да? USD рубль, то есть, простите. Рубль. То есть, уже показывал и неоднократно. Вот эта линия была нарисована очень и очень давно. То есть, задолго, задолго. Значит, о чем идет речь, друзья? О том, что если кто-то не понимает, что это такое, и для чего это надо делать, ну, все понимают, что есть рубли, и есть доллары. Правильно? Можно покупать рубли, можно покупать доллары. Массу денежную. Вот кто-то покупает доллары, которые стоят, ну, вот в данном моменте, вот они стоили 67 рублей 11 копеек. Правильно? Значит, что мы делаем? Мы идем в обменный пункт, да? Берем на свои сбережения, которые у нас есть, покупаем доллары. Почему? А потому что доллар будет, я сказал, вот здесь. Я это сказал за несколько месяцев. И когда мне рассказывают о том, прогнозы кто-то там, их называют token heads, говорящие головы по телевизору, рассказывают прогнозы, где будет доллар, где будет рубль, мне просто смешно. Я сам 7 лет наблюдал за этим, ну, вот каждое утро наблюдал, с 5 утра я наблюдал. А потом я понял, вот то, что они говорят, надо делать совсем наоборот. Ну, полностью наоборот. Почему? Потому что им надо, чтобы мы туда вовлеклись и вносили свои деньги. Вот им надо. Им. В кавычках. А нам надо, кстати, совсем другое. А как мы это знаем? Ну, мы же им верим, верно? Они раз по телевизору выступают, они же такие все знающие. Вот. Так мне это смешно просто, поскольку я этот вопрос изучил практически, а не теоретически. Вот. И я сказал, что мы будем там, посмотрите. Ну, ровно сюда оно пришло. Но ведь линия-то это было нарисовано очень и очень давно. Так как и эта линия, вот эта зона была нарисована еще в марте позапрошлого года. Это было, можете себе представить, нарисовано. И я сказал, посмотрите, заранее я сказал, что вот эта зона будет зоной преткновения. То есть, доллар здесь, рубль укрепляется ниже этой зоны. И рубль ослабевает, доллар идет вверх по отношению к рублю, выше этой зоны. И когда мы дойдем сюда, когда мы дойдем сюда и перейдем эту зону, мы придем сюда. И я сказал, что один доллар будет стоить на том этапе 70 рублей 65 копеек. 70 рублей 65 копеек. Вот стрелочка показана. 70 рублей 65 копеек. Можете проверить. Это график реальных, реальный график. Это было. Вот нарисована зона. Вот нарисована еще одна зона. Давно, до того. Посмотрите. И мы никак не пробиваем эту зону. Видите? Мы каждый раз опускаемся в эту зону. Каждый раз. Как только теперь мы увидим о том, что... То есть, вот здесь надо было покупать доллары и скидывать их здесь. Вот и все. Что может быть проще? Верно? Покупать... Ну, за рубли. Понятно. Мы сейчас говорим о доллар-рубле. То же самое мы можем говорить про евро. Вот, к примеру, мы хотим ехать в евро, ну, чего-то там купить. Верно? Когда? Вопрос. Когда? Когда евро упадет, к примеру, если мы, конечно, не привязаны к датам. А когда евро упадет? Надо смотреть. Евро по отношению к рублю, к примеру. Куда пойдет евро? Вверх? Вниз? Мы тогда вводим здесь. Ну, вот, короче говоря, вот эти сигналы, которые... Ну, очень просто. Можно было, зная вот это, можно было бы, ну, как-то, во-первых, себя. Самое главное себя предохранить. А потом уже получать. Поэтому, если мы говорим, скажем, об этом, то так. Я могу сразу сказать, прямо сейчас, и забудьте про то, что вам говорят эти экономисты, потому что, еще раз повторяю, первое, они не знают, второе, они совсем не хотят этого. Нету ничего. 61 доллар стоит 64 рубля 90 копеек. Так? Когда мы увидим, что 1 доллар стоит 64 рубля 70 копеек, а сейчас, в настоящий момент, стоит, вот прямо сейчас цифры тут показывают, 65 рублей 86 копеек. Это реально, это не обменные курсы. Это не банковские. Это реальные курсы движения валюты. Ну, обменники, понятно, они же зарабатывают комиссионные, поэтому там несколько другое соотношение. Вот. Так вот, если мы это, да, увидим, то тогда рубль будет укрепляться. Ну, вот и все. Очень просто. Что будет, произойдет, если мы увидим, с другой стороны, 1 доллар стоит 71 рубль. Знаете, что будет? Тогда он будет стоить 74. Тогда мы опять скидываем наши рубли. Ну, не скидываем, покупаем доллары, точнее. И скидываем их, когда мы видим цену 74 рубля, там, с копейками, короче говоря. Вот. Если мы пробьем. Ну, вот таким образом. Что еще? Сергей, есть какие-то еще вопросы? Да, Майкл, конечно же, есть. Вот. Вы, в принципе, сейчас только что затронули вопрос, то, что доллар, рубль, где же, то есть, если он пробивает определенный уровень, он идет вверх, тогда возникающий вопрос, то есть, у людей, как определить, где дно, а где вершина? И как на этом заработать? Да. Как определить дно, где вершина? Это вопрос, который мы сегодня затрагивать не будем, поскольку это имеет отношение к совсем другому маркету, совсем другим, другому подходу. Если этот подход непонятен, да, как это происходит, тогда будет тем более непонятен тот. Здесь будут астрологические какие-то аспекты и так далее. Но у меня есть несколько вариантов, но еще раз, это слишком длинно, слишком долго, поэтому где определить? Ну, в комнате сигналов я даю, естественно, но не во всех комнатах, у меня есть комнаты, где и эти сигналы я тоже даю, поскольку понимаете, какая штука? Циклы, циклы, они повторяются. Давайте переведу, уберу пока картинку. циклы, они имеют тенденцию повторяться, это закон такой. И мы живем в цикле, который сегодня обозначен, скажем, нашим тысячелетиям, нашим веком, нашей жизнью, верно? В этом теле. Но что произойдет, когда закончится в этом теле? Рано или поздно оно закончится, верно? Цикл закончился, но закончившийся цикл начинает цикл возрождения опять. То есть, логично предположить, чисто логически, предположить о том, что было когда-то, но будет опять. Иными словами, был вселенский потоп, он будет еще раз. Вопрос, когда он будет? Ну, на это и есть вот эти продолжительности циклов, которые измеряются, ну, скажем, в тысячелетиях, миллионах лет, возможно, опять же, скажем, в рамках земли, вселенной, нашей жизнью измеряется. Ну, а если мы говорим о бирже, stock market, то они измеряются в том временном промежутке, в котором мы находимся. То есть, есть инвесторы, это люди, которые, лампочки, инвесторы, взлеты, падения и так далее, изменения, они, есть такое понятие в Америке, buy and hold. Ну, я лично к этому не отношусь. Buy and hold. Могу пример привести. Много лет назад я работал на рынке недвижимости, когда-то я этим вопросом занимался и очень основательно. То есть, 12 лет я этим занимался вопросом. У меня была лицензия и я достаточно успешно там был, поскольку, ну, я честно работаю и это видно, в общем-то, многим. И они как-то приходили, ну, и соответственным образом это все было. Но наступил момент, будучи на, вот, анализируя графики, я понял о том, что что-то произойдет. И за пол, за, ну, примерно пять месяцев до этого произошедшего, произошедшего, я бросил лайсенс. То есть, я перестал им пользоваться, а его надо возобновлять каждый раз и так далее. И это, и получить его довольно сложно. А у нас посадить в тюрьму, если ты продашь что-то такое без лицензии, это категорически недопустимо. То есть, просто посадить, действительно. Нельзя этого делать. Поэтому, ну, естественно, это, в общем, довольно серьезная вещь в смысле получения. И просто так бросить, ну, не все это делают. Но я это базировал вот на чем. Я знал, что зачем мне за это платить деньги, зачем всем этим заниматься, когда все полетит вниз. Ну, мало кто в это поверил. Если честно, то никто не поверил. Потому что всем невдомек вот то, что я сейчас показываю и рассказываю. Все же относятся к этому одинаково. Не научили нас пользоваться нашим вот этим аппаратом. К сожалению. Ну, я это доказал в итоге. Да, и сэкономил очень и очень много. Даже на своем доме сэкономил, потому что я платил значительно меньше, чем все платили. И главное, что я не аккумулировал то, чего надо аккумулировать. Потому что все же покупали, все шло вверх, летело с невероятной скоростью вверх. Вот палку посади и вырастет дом, казалось бы. То есть, месяц проходит, за месяц 20% в цене вырастает. Ну, и все так и пользовались. Но, это же не до бесконечности. Ну, и все рухнуло. И вот, что будет дальше, друзья. А вот дальше будет, ну, я не люблю слово предсказание. Это Нострадамус мог предсказывать, скажем, да. Причем, он был совершенно terrible предсказателем, ну, ужасным предсказателем, когда он предсказывал, опять же, люди этого не понимают. Когда он к нему приходил клиент, он в 50% случаях ошибался. В 50%. Но зато он предсказывал на века вперед. Это мы знаем. И это сбывалось, действительно. То есть, оказывается, такой вот парадокс существует. Так вот, сегодня, ну, это мы проверим через определенное количество лет, конечно, опять же, в это, ну, человек всегда, пока не грянет, он не будет шевелиться. Это же мы знаем. Это природа человеческая такая. Вот, очень немногие пользуются этим. Кто предупрежден, тот вооружен. Знаете, другая поговорка. Короче говоря, мы находимся в очень и очень и очень серьезном падении, которое продолжает, будет продолжаться десятки лет. Десятки лет падения рынка недвижимости. И даже могу доказать. То есть, я, еще раз, я знал, когда будет падение, и, в принципе, я знал, когда будет подъем. Это тоже было по графикам видно. Более того, это видно по периодам, когда это может произойти. Ну, и, собственно говоря, в координации, в коалиции с астрологом это было бы замечательно. То есть, я аналитик. Я даже не хочу быть трейдером. Даже если я буду получать очень много. Это не мое предназначение. Мое предназначение совсем другое. И это природа человеческая. Это то, что происходит в Сангете. То, как я объясняю. А биржа, это какая-то часть нашей деятельности. Ну, будем говорить, работа. Ну, вот, примерно так, Сергей. Я ответил? Или, может, я ушел? Да, Майкл, все замечательно. Думаю, ответ будет достаточный. Вопрос сейчас следующий. Есть ли у вас время еще на один вопрос или мы на сегодня закончим? И этот вопрос отложим на следующий раз. Время еще есть. Еще пять минут, десять минут есть. Программа начинается через, во сколько? В 17 часов по московскому времени. Сразу, вот я знаю, тогда. Поэтому пока есть время. Хорошо, тогда перейдем к вопросу. Он, по сути, последний. Вы психолог с огромным стажем, многолетним, можно сказать. Расскажите, поделитесь, какова психология трейдера? Ну, очень важный вопрос. Я действительно, я бы сказал, 50 лет занимаюсь психологией, но для себя. Я не люблю эти всякие там регалии и какие-то там достижения на сцене висящие. Это не имеет значения. Он же практически не работает. Поэтому был один совершенно замечательный трейдер. Он есть, точнее, он не был, он есть. Трейдер. Единственный русскоязычный трейдер в Соединенных Штатах. Я посещал невероятное количество всяких симпозиумов, семинаров, вебинаров. аудитория по тысячам человек была. Ездил на экспо, это называется, трейдерс-экспо, в Калифорнию, там, другие штаты. Было достаточно недешево, но, как бы, я все-таки решил приобрести рабочую специальность, поэтому и пользоваться не китайскими этими инструментами, а настоящими. то есть в Америке за что платишь, что имеешь, мы же это знаем, поэтому я как-то на это не жалел. И вот этого трейдера, я могу сразу сказать, в реальном времени, можете почитать, многие, наверное, слышали его, его зовут Александр Элдер, Александр Элдер, вот, он психиатр по профессии, и он проводил аналогию, вот, это то, что я рекомендую моим студентам брать из, он трейдер, но брать из его, скажем, технических вещей, там тоже есть технический анализ, брать вот эту часть психологическую, поскольку она очень важна. Человек, первое, он должен относиться к этому безучастно, беспристрастно, так, как учит нас аватары, да, лампочки, ну, как там происходит, наше отношение к этому не имеет никакого значения, что на самом деле происходит с нами, вокруг нас, это же совершенно субъективная вещь, это только наше отношение, поэтому мы на первом этапе допускаем, да, это возможно, да, это работает, да, это один из инструментов зарабатывания на жизнь, и он написал такую книгу, Александр Элдер, по-английски называется Trading for Living, ну, трейдинг это работа на бирже, а Living это существование, средство существования, то есть работа на бирже для того, чтобы средства, ну, или рабочая профессия, как я это называю, и он написал такую книгу, и в ней он как раз-таки сказал психологию, рассказал психологию трейдеров, мне она была близка, поскольку я сам психолог, то есть человек, который входит туда, прежде чем заработать, ему надо сохранить то, что он имеет, а если он кидается, как в омут с головой, ничего не зная, не зная оброда, не лезть в воду, как мы знаем, правильно, то тогда ему будет очень и очень неважно, скажем, пример такой, американские пожарники, прежде чем они получают сигнал, надо ехать на пожар, у них есть планы, все абсолютно, им даются планы, планы входа и выхода, он никогда не полезет в огонь, если он не знает, где есть выход, что он не вылезет потом от этого, а в огне он теряет голову, это понятно, и угарный дым, и так далее, так вот, если мы полезем в эту сферу, которая нам непонятна, не исследована, и это просто, просто, все новое, там не работают никакие логические связи, там не работают, не здравый смысл, там надо быть именно психологию новую свою иметь, то ему будет это, такому человеку достаточно тяжело в этом, это я мягко очень говорю, сами понимаете, поэтому люди как, у меня все друзья слили все депозиты, вот поговорка, ну и какое имеет отношение ты к твоим друзьям, ты это ты, а друг это друг, как он туда пошел, почему он пошел, есть такое понятие анонимные алкоголики, ну сейчас это модно, известно, когда-то нет, это началось в 50-е годы, я когда-то изучал этот вопрос, так вот, первый шаг, там 12 шагов, первый шаг признать, что ты алкоголик, вот пока ты не признал, что ты алкоголик, дальше мы не идем, представляете, один шагов впереди, а мы дальше даже не двигаемся, так вот лузер, который находится, лузер, который теряет, он является таким алкоголиком, вот пока он не станет перед зеркалом, не скажет, я лузер, он дальше не пойдет, он будет постоянно проигрывать, он будет входить, проигрывать, входить, проигрывать, и так до конца, то есть психология маркета, психология трейдера психология человека занимает очень серьезное место скажем в курсе который я к примеру преподаю более того я был бы очень рад если бы нашелся психолог я обращаюсь к многим который будет смотреть который мне бы в этом помог то есть несмотря на то повторяю что я сам психолог несмотря на то что я разбираюсь в астрологии в нумерологии и знаю как бы где я не хочу сидеть на трех стульях это все три ипостаси которые я если я даю советы то пускай есть люди которые знают тысячи раз лучше чем я знаю астрологию нумерологию психологию наверняка знаю есть такие я буду очень рад взаимодействию такому потому что сидеть на трех столях можно но неудобно мягко говоря верно поэтому психология трейдера как минимум понимать на что он идет и не лезть туда куда ему не надо лезть вопрос тогда а что делать если у нас нет денег извечный вопрос как нам прийти учиться а давайте мы сплошь до рядом поступает а давайте мы в счет будущих побед давайте вы нам будете давать вот эти сигналы а мы с выигранных денег будем вам отдавать пример налицо нарушение вселенского закона о чем я все время говорю на в наших программах в сангейтс и это надо иметь ввиду каждому человеку как вы будете поступать дорогие друзья это дело ваше но вселенский закон просит следующее только отдавая мы получаем других вариантов нету просто поэтому если вы хотите что-то получить вам надо что-то отдать ну сегодня понятно это вы хотите деньги зарабатывать но я уже говорил просто интервью о том что у нас среди ценю стоит примерно 250 тысяч образования для чего а для того чтобы влиться в армию этих работников и зарабатывать деньги ну так где логика но вы сплатите 250 тысяч образовать не важно кто ваши родители там где-то еще суды есть и так далее поэтому очень интересная вещь которую я сам может она где то есть но я ее придумал а скажи почему у тебя нету денег что ты не идешь на работу особенно у нас расстояние очень больше вот я сам работал где-то два с половиной часа в зимнее время обратный путь занимал программистом банки работал так далее когда то есть далеко я не могу доехать а у меня нет машины а почему нет машина нет денег об чем недели что нет машины не могу доехать на работу что делать одалживай деньги покупай машину едь на работу зарабатывает деньги отдавай деньги и пользуйся часть а давай но в начале ты берешь что-то суду берешь ты вкладываешь что-то и здесь такая же схема помимо своего труда ну а как по другому поэтому психология человека должна быть изначально такая но он должен понимать о том что он идет в очень тяжелую профессию очень тяжелую профессию возможно в мире нету более тяжелой профессии то она может дать результаты да не для всех это понятно но вариант такой есть если мы к этому не готовы так мы просто не идем но с моей точки зрения нелогично как-то ссылаться на кого-то если мы сами еще не попробовали к примеру вот а если мы хотим пробовать тогда мы начинаем заниматься и тогда мы начинаем этому обучаться вот только всего если я ответил на вопросик я думаю на вопрос ответили ну и даже после этого интервью я думаю у нас еще поступит масса вопросов на которые мы с радостью наверно с вами еще раз проведем интервью ответим на следующий ряд вопросов поэтому майкл большое спасибо очень познавательно интересно я думаю мы и наши слушатели будут смотреть поддержит и будут ждать следующей встречи хорошо буду рад вопросам те кто смотрели сегодня ну так сказать повезло время на времени на в контактах но программа она не идет прямой эфир пока в самом случае она идет в записи там купюр никаких не будет вот как есть так она есть но просто не хотелось бы предварять наши программы которые до центра сангейс канал это именно центра сангейс есть канал то кому интересно есть канал называется dell tick trading academy ну наверное многие знают как меня найти можно написать я тогда ну отправлю там ссылку и так далее так далее сергей я был рад встречи ну и мы тогда я сейчас начинаю трансляцию уже в центре сангейс в реальном времени в реальном эфире хорошо